Внезапное возрождение России под управлением президента страны Владимира Путина является одним из самых удивительных событий последнего времени, считает профессор школы международных исследований Йозефа Корбела при Университете Денвера, штат Колорадо, Джонатан Эйдельман. Российская экономика меньше, чем экономики Британии, Франции или Германии, а за последнее время РФ пережила более чем 50% падение цен на нефть. Кроме того, российский президент подвергается критике со стороны западных лидеров. Так, президент США Барак Обама назвал Россию всего лишь региональной державой, а в отношении ее лидера заявил, что тот похож на скучающего ребенка. Однако нельзя не признать, что Россия восстановила свой статус великой державы, напоминает американский политолог. Как считает аналитик, Россия поддерживает авторитарные режимы по всему миру, однако вместе с тем он отмечает, что Москве удалось установить позитивные связи с теми государствами, в отношении которых этого не удалось сделать США и другим западным странам. Россия умела наладить связи даже с Израилем, который раньше определенно тяготел к США, а теперь все больше ищет помощи у Москвы. В Латинской Америке РФ поддерживает хорошие отношения с Аргентиной и Бразилией и заключает контракты с этими странами в военной и экономической сферах. У России есть прочные связи и с азиатскими государствами, в частности с Китаем, Индией и Японией. В Европе РФ плотно сотрудничает с Венгрией, а в прошлом году пророссийская партия выиграла парламентские выборы в Латвии. Даже Франция после расторжения сделки по Мистралям стремится восстановить отношения с Москвой, пишет Джонатан Эйдельман. «Очевидно, что Путин не скучающий ребенок, сидящий на задних портах, а умный и жесткий реалист, который ведет Россию к статусу великой державы», – резюмирует политолог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова